Всем привет, с вами Виктория Винер. Сегодня я хочу порекомендовать вам песни, которые вы могли бы спеть в караоке. У меня уже есть целая серия видео, посвященная выбору репертуара. Вот сегодня именно про караоке пойдет речь. Итак, самое главное, что я хочу сказать, вам нужно заранее подготовиться. То есть, если вы знаете, что вам предстоит сегодня вечером идти в караоке, то подумайте, просто пять минут посвятите этому и подумайте, чтобы лично вы смогли там спеть. Даже если вы не умеете петь. Подумайте, какие песни вы знаете наизусть от многократного повторения. Я знаю множество таких песен, которые даже бы и не хотела знать, но просто потому, что они звучат из каждого утюга, я знаю слова всех этих песен. Например, песня «Рюмка водки на столе», например, песня «Как упоительный в России вечера», я не знаю, что-то вот в этом духе, то, что знают все. Выбирайте именно такие песни, которые вы хорошо знаете. Знаете, как они звучат, знаете, куда там вставляются слова. То есть, вот так вот. Ну, а если вы завсегдатой караоке, если вы занимаетесь вокалом с педагогом, или вы получаете профессию, связанную с музыкой, то вам нужно выбрать песню, которая получается у вас лучше всего. Песня, которая получится у вас в любом состоянии сознания, не та песня, которая получается у вас от раза к разу, или там есть сложное место, которое получается только когда звезды сойдутся на небе в знаке Овна. Ну, вы поняли, да? У меня есть целый список песен, которые вызывают бурную реакцию у слушателей. Этот список я опубликую в своем телеграм-канале после публикации этого видео. Так что, если вы смотрите сейчас это видео, то, скорее всего, на моем телеграм-канале уже есть список моих победных, так сказать, песен. Заходите и смотрите. Может быть, что-то будет у нас совпадать с вами. Самое главное, что вам нужно понимать, это то, что в караоке всем плевать друг на друга. Если человеку аплодируют после удачной или даже неудачной песни, это не значит, что этого человека запомнят и не забудут про него через пять минут после того, как споет кто-то другой. Ваш момент славы длится ровно песню и еще там, я не знаю, секунд тридцать после этой песни, потому что дальше идет момент славы другого человека. Вообще, я вспоминаю свою работу в караоке. Я работала в караоке, да, это длилось примерно три месяца. Это, конечно, оставило незладимое впечатление на меня. Но мне нравилось там одно, а именно то, что люди, которые приходят туда петь, они действительно любят петь. Они делают это не потому, что они работают в этой сфере, получают какие-то деньги, а просто потому, что им это нравится. Конечно, были и те, которые пели плохо, были те, которые стеснялись петь, но потом, выпив несколько стаканов чего-нибудь, они там уходили в полный отрыв. Но были и те, которые приходили именно петь. Вот таких людей я уважаю и уважала. Если вы из их числа, то вы молодец. Лайк вам. Уверенный лайк. Ну что ж, столько лишнего разговора. Мне кажется, уже пора переходить к песням. Легкие песни, легкие очень популярные песни, которые я могу вам порекомендовать. Это, например, песня «Мой рок-н-ролл». Конечно, это тоже такая банальненькая песня, но частенько о ней забывают, как она звучит. То, что было заново, откроется потом. Мой рок-н-ролл – это не цель и даже не средство. Не новое, а заново. Один и об одном. Дорога – мой дом. И для любви это не место. И так далее. Вот такие легкие песни, как «Мой рок-н-ролл», как «Выпускной, ты в красивом платьице». И тебе уже восемнадцать лет. Я не знаю, я хотела тебе просто понравиться. И как умел на гитаре сыграл и спел. Вот эта песня «Басты», что еще «Императрица Аллегровой». Туда же и «Младший лейтенант», «Мальчик молодой». Это все прекрасно знают. Район и кварталы тоже все знают. Лирика «Сектора газа». Знаете эту песню? Сигарета мелькает во тьме. Ветер пепел в лицо швырнул мне. И обугленный фильтр на пальцах мне оставил ожог. Ну, как бы, о чем вообще речь? Я никогда не буду петь о том, что сигарета оставила мне обугленный фильтр на пальце ожог. Это что-то, не знаю, близкое к какому-нибудь мужику. Я бы не выбрала эту песню для пения. Туда же идет у нас «Тридцать лет сектора газа». Эти песни вы и так знаете, эти песни вам и так предложат спеть ведущие, если вы не знаете, что спеть. Поэтому я, пожалуй, не буду продолжать список таких очевидных песен, а порекомендую вам кое-что другое. Например, песню для женщин. Верки... ой, Верки-сердючки. Веры Брежневой. Верки Брежневой, да, вот так вот по-не братски я к ней отношусь. «Близкие люди» называется песня. Сейчас попробую найти аккордики на нее. У меня тут пианино стоит, кстати, да, ну вам не видно. Но оно стоит, я на нем играю. «Все мы по сути, как не крути, близкие люди, близкие люди, люди». Такой немного у нее индийский оттенок у этой песни. Вот, очень напоминает, конечно же, «Любовь спасет мир», но не такая заезженная и банальная. Следующая песня, которая также подойдет женщинам, девушкам от 20 до 30, это песня «Темниковой импульсы». Она, по крайней мере, звучит, ну, молодежно для российской среды обитания. Туда же можно отнести песню «Зиверт» «Зеленые волны». Очень монотонная песня. Любой человек с ней справится, мне кажется, даже самый начинающий там. Даже если вы вообще в ноту не попадаете, я думаю, вы справитесь. Сейчас я найду ее «Зеленые волны». Там, где не было солнца, там будет рассвет. Так монотонно, там, где нас нет. Зеленые волны так манят наверх. И припев, кто сказал, что любить друзьям нельзя. Наблюдать издалека, никому глаза не расскажут наш маршрут. Кто сказал, что любить друзьям нельзя. Наблюдать издалека, никому глаза не расскажут наш маршрут. Извините. Но если вам не нравится попса, вы всегда можете сверкнуть с оригинальностью и спеть что-нибудь из русского рока. Например, песню «Ты дарила мне розы». Вы наверняка ее знаете, да? «Ты дарила мне розы, розы пахли полынью, по ночным автострадам нарезали круги». Ну или другая последовательность слов. В общем, я надеюсь, вы поняли, о какой песне идет речь. Это песня группы «Ночные снайперы». Вот. А если вам нравится что-то еще более оригинальное, где вообще не нужно петь, а нужно брать харизмой, то песня Гарика Сукачева «Моя бабушка курит трубку» будет в самый раз. Там вообще петь как бы ничего не нужно, кроме последнего момента. «Моя бабушка курит трубку, трубку курит бабушка моя». Все остальное можно просто проорать. А даже если вам это не подходит, то что-нибудь более оригинальное, например, песня Линды «Я ворона». Если у вас, допустим, волосы синего цвета, или вы любите ходить в черном. Ну, в общем, вы поняли, да? То есть, если вы отличаетесь от всех остальных людей, то песня «Я ворона» она и попсовенькая, и простая, и, в принципе, петь там особо не нужно. Также нужно брать вот характером, таким вот отрешенным, таким вот неформальным характером исполнения. И, да, и вам обеспечена минута славы в караоке. Ну, а если вам ни русский рок не нравится, ни русская попса, ни русская неформальная попса, то, может быть, что-то из хип-хопа вам предложить. Например, песню «Отпетые мошенники», группа «Отпетые мошенники» «Аурики». Там, конечно же, очень много слов, но если вы любите хип-хоп, то это не должно вас пугать. Аурики, 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 гуляют девки, гуляют мужики. Аурики, а-а-а-аурики, аурики, аурики, аурики. Ну, это припев. Великолепный припев, просто супер. Такой, знаете, вирусный. Вот. Двигаемся дальше. Если вы отличаетесь высоким интеллектуальным уровнем развития, знаете несколько языков, например, английский или итальянский, то я порекомендую вам следующую песню из разряда зарубежная поп-классика. Знаете, такой golden, golden hits. Вот. Что же это такое? Это, например, песня Здесь, как бы, петь тоже особо ничего не нужно, но когда все услышат этот риф... Все сразу там начнут раздеваться. Вот. Следующая песня, которая тоже очень популярна, но она на итальянском. Это песня Сузанна, 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 Му-на-му. Вот. Только припев все знают, потому что это очень легко. Какие вы там будете слова на итальянском петь, в принципе, вообще не важно, если вы идете в русской караоке. Но и самый такой, знаете, самый крутой хит, который может сразить всех на повалок, где петь тоже, в принципе, не нужно, где нужно брать харизмой, вот этим вот своим напором, мужским, скорее всего. Это песня группы Queen We Will Rock You. Здесь нужно даже и не петь, а просто топ-топ-хлоп, топ-топ-хлоп. Да, и так далее. А припев вам уже вообще весь караочный зал поможет спеть, и будет у вас прям группа поддержки, такая суперская группа поддержки. Поэтому здесь главное просто знать, что именно эту песню нужно выбрать, то есть всех обхитрить. Не выбирать какие-нибудь там себе, я не знаю, белый лебедь на пруду, это все уже не то. Не выбирать себе там какую-нибудь «Ах, какая женщина, какая женщина». Это тоже за шквар уже, это все не годится, это все не модно, неинтересно. Нужно всегда обращаться к классике. Вот такой вот у меня план порабощения караоке. Я надеюсь, вам понравился этот список. Можете, кстати, его продолжить. В комментариях напишите, что вы думаете, какие считаете выигрышными песни именно вы. Может быть, поделитесь своим опытом выступления в караоке, какие песни у вас лучше всего получаются, и так далее. Подписывайтесь на мой канал, чтобы петь лучше. До новых встреч в моих новых видео. Пока! Как вам, Майкл Джексон?